Ссылка в описании. Апокалиптический шутер The Division станет бесплатным, конечно же, не навсегда, а только на несколько дней. Приобщиться к данной игре можно будет с 4-го по 7-ое мая, причём акция действует и на ПК, и на консольные версии. В рамках этого аттракциона неслыханной щедрости игроки получат стандартную версию со всей её одиночной кампанией и со всеми сетевыми функциями, включая PvP-режим и режим Тёмной Зоны. Ну и традиционно те, кто купят официальную копию, смогут продолжить развивать прогресс с того места, на котором остановились. Снежный экшен Prey for the Gods в стиле Shadow of Colossus меняет название после лицензионного спора с Bethesda, которая, видимо, владеет правами на торговую марку Prey, под которой у неё завтра выходит одноимённый экшен, поэтому Prey for the Gods теперь называется Prey for the Gods. В No Matter Studios, где смогли собрать на Kickstarter больше полумиллиона долларов, заявили, что не собираются тратить драгоценные деньги на судебные тяжбы, поэтому-то и решение о переименовании и было принято. Сохранить название почти полностью, но при этом сделать его бессмысленным – слово Prey имеется в эстонском языке и переводится как Поэзия – решено было для того, чтобы облегчить поиск игры через поисковые системы. А вот если бы название пришлось поменять совсем, то, по мнению разработчиков, этого бы не поняли их поклонники. Немцы из Deck 13 снова показали геймплей экшена The Surge, который оказался ценен демонстрацией боя с первым боссом. Боссом оказался робот-шагоход, смутно напоминающий взбесившуюся двуногую полицейскую турель из второго робокопа. Битва с ним проистекала в ключе прекрасно знакомым поклонникам Dark Souls. Ждём, когда босс проведёт свою атаку, потом подгадываем момент для сокращения дистанции, забегаем назад и бьём врага по ногам. Если повезёт, он наклонится к земле, и тогда ему можно будет дополнительно надавать по шапке. В общем, очень и очень похоже на Тёмные души. Как оно будет на самом деле, и насколько игра сможет оправдать геймерские ожидания, мы узнаем 16 мая, когда она поступит в продажу. В Ubisoft в преддверии Е3 рассыпали серию намёков, связанных с шутер-сериалом Far Cry. Для начала в Facebook пресс-служба компания опубликовала картинку острова из Far Cry 3, и прессовокупила сообщение, остров, который вы никогда не покидали. Следом, в Инстаграме было опубликовано изображение Вааса Монтенегро, и добавлена надпись «Объяснял ли я тебе, что такое безумие». В общем, все всполошились. Одни стали ждать ремастер Far Cry 3, а другие размахнулись на Far Cry 5. Однако в Ubisoft прекратили дурачиться, и заявили, что эта компания приурочена всего-навсего к снижению цены на Far Cry 3, и всё. После многих месяцев затворничества в сети, наконец-то появилось нормальное геймплейное видео экшена Phantom Dust, вследствие чего многим стало понятно, почему его так долго прятали. Если вкратце, то под эгидой Microsoft делается неполноценная новая игра и неполноценный ремейк, а всего лишь HD-ремастер оригинала 2004-го года. Выглядит всё это соответствующе, и вряд ли призрачную пыль спасёт 4K-разрешение для ПК и формат 16 на 9 для всех версий. Будет ли Microsoft омрачать Е3 показом всего экшена, не известно, но уже известно, что для него подготовили несколько бесплатных дополнений и внутриигровой магазин, где за реальные деньги можно будет получить доступ ко всем навыкам. Творческий директор Arkane Studios Rafael Colantonio ответил на претензии ПК-геймеров по поводу отсутствия демоверсии экшена Prey. В то время как Prey имеет демки в консольных версиях, версия для ПК её лишена. На вопрос, почему, мистер Творческий Директор сказал, что в Steam есть процедура возврата покупки, которая в принципе является аналогом демоверсии, которая также вряд ли даст поиграть больше двух часов. Но у нас есть иные соображения на этот счёт. Возможно, разработчики просто не хотят подвергать риску данную игру, облегчая её взлом. Не секрет, что первые продукты, защищённые до нула, были взломаны именно посредством дыры в Steam. Хакеры брали демоверсии игр, и за счёт специальных манипуляций заставляли систему думать, что пиратская версия игры – это демо-оригинал. В Remedy Entertainment финская студия, создавшая Max Payne, Alan Wake и Quantum Break, рассказали о своей грядущей игре. Игра эта будет кинематографическим экшеном. Выйдет она на ПК, PS4 и Xbox One. Студия отказалась от услуг Microsoft, точнее, Microsoft отказалась от Remedy, поэтому проект выпустит 505 Games, которая инвестировала в него 7,5 миллионов долларов. Разработчики обещают глубокую и утончённую механику игры, созданную на обновлённом движке Nord Lite, ранние версии которого легли в основу практически всех предыдущих игр этой студии. Дату выхода с его проекта, пока что известного под кодовым названием P7, никто объявлять не стал, но в ближайшие несколько недель нам точно покажут его рекламный трейлер, а, возможно, и геймплей. Dark Souls The Board Game, более известная как настольная версия Тёмных душ, после триумфа на Kickstarter должна была поступить в продажу ещё в апреле, но авторы проекта подозрительно затаились. И вот, свершилось. Игра поступит в продажу завтра, 5-го мая, и в сети уже появилось видео с её распаковкой. Точная стоимость набора ещё неизвестна, но ранее сообщала, что она не превысит 120 долларов. Игра рассчитана максимум на 4-х человек, но играть одному также можно. Основная её особенность – битвы с боссами, которые также, как и в видеоигре, будут иметь свои уникальные атаки, которые будут меняться по ходу сражения. Фирменная вторая фаза боя также будет присутствовать. К сожалению, игра существует только в англоязычной версии. Это были все самые интересные игровые новости на текущий момент. Все, кто слушал – молодец. С вами был видеоканал Gaming Online. Всем спасибо за внимание.